Доллар продолжает расти. В обменниках Донецка курс заявлен как 8,93, но в наличии найти американскую валюту сложно. Финансисты отмечают, на этой неделе гривна опустилась на рекордную отметку. Такого падения национальной валюты не было за последний год, говорит Наталья Заплаткина. За последнюю неделю произошел значительный курс роста доллара и евро, но максимальный курс доллара был отмечен в среду на уровне 9,905 гривен за один доллар. А вчера, 6 февраля, было отмечено небольшое снижение до 8,8 долларов США. Рыночный курс доллара, если брать за последнюю неделю, изменился на 1,73%, а с начала года на 6,28. Урегулировать ситуацию взялся Нацбанк. В НБУ приняли постановление, которое временно ограничивает некоторые банковские операции. В частности, деньгами, которые поступили на счет, клиент может распоряжаться только на следующий день. Это ограничение не распространяется на зачисление зарплаты и оплату налогов, говорит Алина Акуловская. Национальным банком Украины 6 февраля было принято постановление номер 49, которое вносит изменения в текущую работу банков. Было это сделано для урегулирования ситуации на межбанковском рынке. Данное постановление ограничивает выполнение поручений клиентов по платежам в рамках остатков денежных средств на текущих счетах клиентов на начало текущего дня. И также вносит ограничения по срокам выполнения поручений клиентов по приобретению иностранной валюты. Сейчас банки ждут разъяснений от НБУ, как работать в рамках действия этого постановления. В целом в банковском секторе сложилась тревожная ситуация, отмечают экономисты. Вкладчики массово принялись забирать депозиты, а финансовые учреждения оказались не готовы к такому оттоку средств. Эта тревожная ситуация связана не только с современной политической ситуацией, а в целом с достаточно затяжным экономическим кризисом. То, что, конечно, сейчас наслоился еще вот этот политический конфликт, политическая нестабильность, и эта нестабильность создает дополнительные риски, в том числе для банковской системы, так как люди начинают очень настороженно относиться к будущему. Ряд клиентов банков, чувствуя вот эти вот возрастающие риски, ну, предпочитает, наверное, обращаться с тем, чтобы прекратить свои отношения в плане депозитов, изъятия депозитов. И это создает, конечно, достаточно сложную ситуацию для банков, так как банкам необходимо в сжатые сроки находить достаточное количество денег для того, чтобы удовлетворять вот эти вот заявки. Прогнозировать дальнейшее развитие ситуации на финансовом рынке банкиры не берутся. Дарья Захарова, Олег Литвинчук, Панорама.